МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Классический университет – один из центров социальной жизни республики. В Маргу на сегодняшний день обучается более 9 тысяч студентов. Одним из результатов многолетней научно-исследовательской работы коллектива ВУЗа являются уникальные музеи университета. Об одном из них – зоологическом – мы расскажем в ближайшие несколько минут. Этот уникальный музей был создан еще в 1937 году. Первые экспонаты – это подарки других ВУЗов из соседних регионов. Однако очень скоро на кафедре биологии появилась своя тексидермическая школа, и экспозиция зоологического музея начала интенсивно пополняться как образцами фауны регионов Приволжья, так и экзотическими экспонатами, океаническими рыбами и животными, рептилиями, птицами из далеких стран. История зоологического музея Мариинского государственного университета насчитывает уже около 80 лет. В далеком 1937 году на базе биологического кабинета появились первые чучела, сделанные известными тексидермистами города Казани. Это Мазохиным, Коксиным. И именно тогда было принято решение об организации на базе зоологического кабинета музея. С тех пор музей Мариинского государственного университета функционирует в полном объеме как научно-учебный комплекс. Здесь учатся, изучают биоразнообразие многие десятки студентов, изучающих биологические специальности. Это и предметы зоология, ботаника, КСЕ, БЖД. В 70-х годах прошлого века ученые и студенты МАРГУ приняли участие в двух океанологических экспедициях. Работа была проведена настолько колоссальная, что экспонаты представителей подводной фауны обрабатывались в течение последующих 10 лет. Так, например, находящиеся за мной акулы были привезены в 1972 году из Тихоокеанских атлантических экспедиций, в которых участвовал доцент нашей кафедры Матвеев Валентин Александрович со студентами. Именно плавая моряками на корабле, они всю попавшую в траву рыбу обрабатывали, и многие из них до сих пор живут на радость нашим студентам, школьникам. Практически все животные МАРГУ тоже представлены в наших экспозициях. Большое спасибо за добычу, изготовление этих препаратов нашим старейшим преподавателям. Это Христоу Руфакеевичу Балдаеву, Михаилу Петровичу Алмакаеву и ныне занимающимся таксидермией, это доценту-дроботу Валерию Ивановичу. Наш музей продолжает развиваться и сейчас. Так, например, у нас установлены очень теплые отношения с московским зоопарком, где работают наши выпускники. И павших животных, особенно экзотических, они переправляют нам. И поэтому коллекции хамелеонов, игуан, многих змей – это как раз плоды сотрудничества нашего университета и московского зоопарка. В отдельном стенде музея – результаты совместного проекта ученых Маргу и Зоомарийская по выведению цесарок волжской породы, которые уже несколько лет подряд получают золотые медали на международной выставке «Аграрусь», проходящей в Санкт-Петербурге. Наша кафедра занимается селекцией цесарок с 1972 года. И с тех пор на базе Марийского государственного университета и тогда еще Акашевской птицевабрики, а сейчас Зоомарийская, была создана породная группа, затем порода цесарок, а теперь созданы высокопродуктивные аутосексные линии. Продукция, яйца и мясо которых пользуются спросом как у жителей нашей республики, так и за ее пределами. Очень важен тот факт, что именно благодаря усилиям ученых нашего университета, Марийского научно-исследовательского института сельского хозяйства и сотрудников фабрики мы обеспечиваем практически половину России племенным материалом и племенным яйцом наших Марийских цесарок. Впрочем, музей – это научно-образовательный центр не только для студентов и преподавателей классического университета. Попасть сюда на экскурсию может каждый. Достаточно просто записаться по телефону. Сотрудники зоологического музея заверяют, и дошколята, и школьники в восторге от экспонатов. Вот и сегодня здесь целая группа – участники Всероссийской школьной олимпиады по экологии, которая проходит на базе Маргу. Музей мне очень понравился. Тут очень интересно, много всего представлено, и очень хорошо рассказывают. Как оцениваете экспозицию? Эта экспозиция очень интересна для современного школьника. Здесь представлено множество различных видов разных животных. Я увидела животные, которые раньше никогда не видела. Именно здесь дети впервые видят такие экзотические экспонаты, как, например, дельфина, зебру, скелет страуса и многих других интересных экзотических животных. Именно здесь прививается любовь к родному краю и к биоразнообразию животных на нашей планете. Мы рады всегда видеть школьников, дошкольников на экскурсии здесь, потому что считаем, что наша просветительская деятельность здесь очень тесно соприкасается с профориентационной деятельностью. Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь! ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова